бог его призвал разбойник это что такое это не просто знаете вот карманник какой-то это разбой это что это с оружием это насчет связано с насилием с убийством друзья и даже насильника и убийцу господь этого чикатило может какого-то очередного бог призвал ныне же будешь со мной в раю говорит представляете слава иисусу за милость его так и вот эти проблемы проблема антисемитизма почему они остры сегодня потому что россия никогда не может быть благословенной пока проклинает еврейский народ это просто-напросто ну я читаю библию я вижу это ну как она есть просто раньше я не понимал этого хотя и раньше я помню когда читал эти тексты в отличие от многих моих коллег я все-таки старался думать о чем я читаю я понимаю что многие из моих коллег они даже не думают о чем они читают когда я им говорю об этой проблеме они говорят а где это ты читал вообще мы проклинаем не может быть ну так почитайте посмотрите повнимательней надо же не может быть вот такая реакция у многих священников русских я ее наблюдал много раз уже эту реакцию друзья так вот и но тогда когда я вникал в этой в эти тексты не было не по себе когда говорится что будьте прокляты евреи думаю как же так вот мы как христиане мы не признаны проклинать вообще никого просто-напросто мы признаны наоборот наоборот благооставлять тем более еврейский народ это некрасиво даже перед иисусом некрасиво приставка представляете себе вот вы выделяете человека с ним общаетесь а всю его семью хулить и ругаете ну если вы допустим меня уважаете а ругаете моих детей и мою жену то вы для меня не друг вообще потому что как можно любить иисуса и ненавидеть его народ его плоти кровь и его но его сущность это 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 ненормально я даже считаю что просто даже перед просто видим как благодарности даже к иисусу даже ни одного еврея не было в истории больше вообще верующего все были в атеисты там даже ради одного иисуса стоило полюбить весь еврейский народ ради одного иисуса но но друзья мои надо молиться за священников чтобы господь на самом деле снял эту пелену с разума и чтобы это покрывало было убрано и чтобы христос воссиял в сердцах и в разуме аминь так и по поводу суде в россии друзья мои завтра еще буду говорить об этом но если вкратце наверное сама такой неприятнейшей проблемой не только в россии но в россии в частности является цезарь и папизм цезарь и папизм так сразу будет непонятно наверно шоц а так это цезарь и папизм цезарь папизм что такое так вот цезарь и папизм это хрестоматийно это система взаимоотношений церкви и государства когда государство управляет церковью и церковь становится послушным инструментом в руках сильных мир и сего вот такое хрестоматийно определение цезарь и папизм еще раз цезарь и папизм это система взаимоотношений церкви и государства когда государство управляет церковью государство управлять и когда церковь становится послушным орудием инструментом в руках сильных мира сего эта модель еще соловьев и до него западные ученые называли цезарь и папизмом то есть когда цезарь правит папизм то есть духовной властью эта модель в разных народах она существовала и раньше и до христа вот римские императоры они были допустим они же были и верховными понтификами на счетом этих верховных богов значит это было нормально в том мире это казалось нормой но иисус говорил очень четко что богу бога кесарь кесарь во богу божье то есть он это было революционно сейчас мы читаем это как как само собой разумеющееся но в то время это было просто как революция потому что в то время и богу и кесарь все было все шло друзья мои иисус я убежден что не только для евреев это сказал евреи и так понимали большинстве своем что богу божье нужно воздавать а кесарю кесарева и евреи все-таки не соглашались будучи религиозно грамотами научными в то время не соглашались поклоняться кесарю как божеству но для нас христиан это очень актуально потому что мы приучились и божье и кесарева все кесарю воздавать я назову я назвал проблемы допустим проблемы религиозный оккультизм это молитва за умерших есть другие проблемы допустим вот икона поклонения до поклонения останком праведников мощам крещение младенческое крещение младенца кстати тоже это же поле ягодка я может завтра что расскажу об этом потому что я последних этих 11 лет я крещу лишь взрослых верующих в иисуса христа людей и я нахожу это правильно на основании слова божьего это вразумительно это правильно это достойно и не достойно насилие проявлять над волей человека даже тогда когда это воля еще спит еще не пробудилась в человеке потому что человек он имеет это право даже если он этим правом неправильно потом воспользуются в своей жизни но она все-таки имеет право это право этим правом воспользоваться друзья и несправедливость является величайшей несправедливостью лишать человека этого но элементарно простого права выбора друзья мои любой человек даже выравший их в христианской семье или или в неверующей семье он имеет право выбора и не обязательно он допустим делают идет по стопам своих отцов вопрос веры это очень личный вопрос это не даже семейный вопрос я не могу покаяться своего сына допустим свою дочь я не могу покаяться за своих внуков они должны каждый сами пред богом это вопрос решить я лишь со своей стороны могу лишь путь указать могу подтолкнуть человека к этому выбору правильному на счета вот но я не могу за него решать этот вопрос и вопрос детокрещения это очень серьезный вопрос сегодня в христианстве особенно православие здесь в россии но но как все эти учения пришли в жизнь церкви я могу назвать допустим там спиритизм там неправильное откровение неправильное толкование библии но это все будет лишь верхушки проблем а коренным является как раз цезарь и папизм если бы церковь не стала бы служанкой сильных мира сего если бы церковь она не превратилась бы в блудницу то эти все вещи в ней не прижились бы знаете можно ругать прохожего который вот чихнул в толпе и ты вот тоже потом чувствуешь ты тоже заболел можно его ругать но другие люди то не заболели почему-то а ты именно заболел да можно да это через него то заболел но если бы в тебе было достаточно бы силы бы внутренней этой иммунитета бы это сопротивляемости бы то ты бы не поддался бы этой инфекции и церковь иисуса христа она не приняла бы эти все вышеназванные ереси если бы не этот факт который ослабил иммунную систему христа церкви иисуса христа это цезарь и папизм то есть церковь отказалась от позиции где у матфея сказано матфея 5 глава 13 стих вы соль земли если же соль потеряет силу то чем сделаешь ее соленую она уже ни к чему не годна как раз вы выбросите его на попрание людям вы свет мира дальше сказано 14 стихе не может укрыться город стоящий наверху горы 15 стих и зажегши свечу не ставит ее под сосудом но на подсвечники и светят всем доме аминь друзья мои один из лидеров такого христианства здорового еще это было во втором столетии его звали тертулиан он был апологетом христианской церкви очень известным проповедником в то время и он писал такие слова которые потом приписали советские уже значит такие политтехнологи приписали ленину эти слова но на самом деле слова были христианского мыслителя еще второго столетия и он сказал эти слова тогда к риму и к сенату римскому что все религии и философии этого мира они лишь пытались объяснять этот мир а мы христиане не большевики как ленин потом якобы сказал а мы христиане пришли этот мир изменить потому что это очень сильные слова и они воспринимались как ересь римом потому что рим согласился бы с христианством и наших старших братьев и сестер не бросали бы этим тиграм и львам если бы они согласились бы с участью обычный заурядной религии если бы либеральное богословие тогда царство в церкви если бы они сказали бы как бы не верить лишь бы веровать какому богу ни молиться бы лишь бы молиться бы и вообще как бы не жить лишь бы жить бы значит и вообще не дожируя быть бы живу вот если вот такая философия шкурная такая вот она бы довела бы церковь до ручки тогда но христиане в то время они были достаточно зрелы духовно сопротивляться этому тогдашнему либерализму рима тогдашнему плюрализму рима плохом смысле этого слова друзья мои время в римской империи допустим уживались десятки сотни разных религий и уживались более или менее мирно не было таких главных болей у тогдашних чиновников отдела по делам религии рима будем говорить но почему-то христиане именно они стали ну как бы бельмом каким-то они были на виду хотя были в меньшинстве почему потому что христианстве изначально заявляла о том что мы не религия мы пришли этот мир менять не просто его объяснять не просто утешать не просто делать жизнь немного лучше как бы немного чище и вот а именно кардинально менять эту жизнь славы иисусу нашим братьям это удавалось тогда вот я убежден что удастся и нам христианам этих последних поколений друзья совершить это чудо так возлюбленные значит и принцип нового мирового порядка если не только в россии вообще в целом глобальном мировом масштабе да то это отказ от позиции неправильно неестественно цезарепапизма и возвращение к нормальной позиции папа цесаризма то есть этот церковь не не манипулирует не как-то еще но положительно влияет на весь этот мир когда светят всем в доме всем написано всем я убежден что когда допустим президент у нас будет христианин любящий иисуса живущий по слову божьему от этого всем будет лучше и верующим и неверующим всем будет лучше на самом деле если допустим губернатором мэром где-то будет человек богобоязненный от этого будет всем лучше и верующим и неверующим будет плохо лишь тем кто ну неправильно строит свою жизнь будем договорить да я я очень порадовался немного познакомившись системы политической в америке сша в частности и друзья я мечтаю о том чтобы вот эти здоровые вещи были переняты россии россия не имела опыта демократии построен демократии мы из как бы как говорится из поломяда в пламя на счета из самодержавия царского значит прямо в коммунизм начата шагнули большевизм и коммунизм то есть как бы мало было опыта лишь несколько месяцев после февральской революции и потом короткое время нэпа и потом еще маленькое время после времена хрущева то есть совсем очень немного было оттепели у нас на самом деле в истории а потом время вот наши грандиознейшее время единственное сейчас в истории россии время когда пришла вот вот такая свобода который сейчас уже 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 почти как не свобода но знаете что друзья у нас есть шанс сейчас заложить правильные основы для будущей великой реформации так и наверно пока все слушайте это просто будет очень много дальше я хочу знать на чем закончить я хочу благоставить во первых насчет благоставением она из библии это благоставение это из книги чисел 6 главы 24 25 26 вот эти стихи благоставения которые сам бог дал для через моисея для арона его сыновей чтобы они эти священники этим благоставением благоставляли бы сынов израиля и бог в конце говорит этого стиха что и я говорит благоставлю их и я убежден что сегодня бог благоставит нас через это благоставение и также помолиться с вами об этой реформации который мы живем с вами об этом удивительном в начале третьего дня третьего тысячелетия когда бог пробуждает свою церковь я даже кстати для этого еврейского благоставения взял вот такой еврейское покрывало такое молитвенное и еще и я верю в реформацию церкви завтра я расскажу эту историю но сегодня вкратце такое что вам поведаю тоже что четыре с половиной года тому назад господь дал знак такой мне что это будет на самом деле по крайне в православии точно будет реформация но я убежден что реформация нужно всему телу христа не только православной церкви вообще всему телу иисуса нельзя ли лечить одну руку забыв про все тело остальное нормальный врач он будет смотреть на все тело человеческое на весь организм и христос ему важно именно все тело оздоровить не просто часть отдельную да допустим и друзья мои но будет это обязательно будет и это было четыре с половиной года тому назад когда бог совершил чудо он воскресил мальчика из мертвых которого я сбил будучи за рулем машины и бог не только его из он и воскресил он еще его исцелил полностью и я я слышал голос который говорил вот так будет из церковью давайте встанем друзья это благословение я адресую пастору михаилу его семье всей команде нового поколения пасторям здесь присутствующим всему новому поколению благовещенска самому городу благовещенску и всему этому большому региону амурской области их как вот здесь вот на фильме уже прозвучала мысль это замечательно ольга ледяева я очень люблю как проповедника очень хорошие слова были сказаны ею что если вот эта реформация в россии то она будет нас востока друзья здесь есть так у меня тоже предчувствие я уже не первый раз в этом в этом регионе смысле вот на дальнем востоке и в сибири и я вижу что именно здесь бог что-то зарождает такое что будет именно оздоровлением для вот для всей россии а может быть даже глобально может даже для и для всего мира даже давайте сейчас в молитве перед богом будем и я хочу благословить также православных христиан и гордо благовещенской амурской области священнослужителей я очень рад что вас поприветствовал и епископ значит значит амурский вот с трибуна там помаха вам рукой значит поприветствовал нового поколения я уверен что многие священники они даже завидуют это вам даже начать но но я убежден что пришло время не завидовать а перенимать опыт просто каяться на самом деле изменяться и бог будет он в состоянии это сделать он будет совершать чудеса я пою это благословение сейчас я буду петь на еврейском языке и на русском языке я вера я вера я вера я вера И саданай, панав элейха, вэй ясем леха, шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа Гамаших во имя Иисуса Христа. Бок Аврама, Исаака, Якова, Отец, Сущий на небесах. Да святится имя Твое и да придет Царство Твое, Господь. Пусть Твоя воля исполняется в нас, людях. Пусть Твое светлое лицо будет обращено к нам в эти дни, чтобы благоставлять нас. Обрати свое светлое лицо Господь к новому поколению здесь, благовещенским. Обрати свое светлое лицо сегодня на всех нас присутствующих. Бог Всемогущий, пусть святится Твое имя и пусть Царство Твое здесь, Твое Евангелие Царства распространяется. Бог Всемогущий и Святой, я благодарю Тебя в собрании святых Твоих, в присутствии Твоих ангелов. Благодарю Тебя, Господь, за милость и благость Твою, Господь. Благостави нас. То, о чем я говорил сейчас в этой проповеди, то, о чем я говорил о задачах современной реформации, я говорил о целях реформации, о том, что мы должны преодолеть многие проблемы. Отец, я знаю, что без Тебя мы ничего не сможем сделать, но я знаю, что с Тобой мы сможем сделать абсолютно все. Господь, и пусть Церковь омоется баню водную посредством Слова, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но святая и непорочная. Да восстает Церковь, исцеленная, прославленная, проставляющая Тебя, потому что не те, прославляя Тебя, что они сходят в могилу, но, Господь, те, кто живы, они проставляют Тебя. И Церковь Твоя, она жива, и народ Твой жив. Слава Тебе, Господь! Живой наш Царь! Благословен Ты, Царь наш! Благословен! Боже всемогущий, благослови дальнейший ход этой конференции. Боже всемогущий, благослови Госпо проповедующих, Боже, и пусть Твое имя будет прославлено на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь! Аплодисменты воскресшему Иисусу Христу! Аминь! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Потому что наша Пасха, это не просто Красный день календаря, наша Пасха, это Сам Иисус Христос воскресший! Аминь! 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 большое отец сергей владыка сергей за просвещение за этот дух реформации этот дух обновления который должен прийти во все тело христово а все тело христово на самом деле друзья я благословен это здорово когда батюшка просвещает протестантов я благодарен богу за то что вы разрушаете надбоклонство христианстве это сильно эта проблема не только в других церквях эта проблема и в наших терках у каждого человека в своем сердце столько идовов и этот спиритизм который происходит на самом и так может было сказано что это лопакон поклонство пришло спиритизма общение с бесами храни нас господь от общения с бесами дай нам господь общаться с духом святым во им отца и сына и святого духа на благословить тебя господь за вашу смелость потому что о таких вещах не говорит никто и боятся говорить об этих вещах особенно в россии то хранит вас господь пусть армия ангелов защищает вашу семью ваше слушание и будет построен ваш храм во имя иисуса христа больше сверхъестественного благословения придет на вашу жизнь поздайте славу господу тебе аллелуйя на самом деле мне нравится такие слушания разнообразие потому что наш бог многогранен приходит полнота спасибо вам большое я думаю что завтра еще больше придут людей я думаю чё я вас пригласил окажется вся моя церковь православная я даже не знал здесь что думаю чё так мне тяжело с ними вы облегчили мою работу спасибо друзья повернись к пяти человеком и скажи что россия будет благословена и приход реформация в церковь христова